Здравствуйте! Это новость из Дагестана в студии Джамиля Шарипова. И вот главная тема. Муфтия Республики с праздником Курбан-Байрам поздравила правительственная делегация. Поступить в университет, не выходя из Дума. Как 15 тысяч выпускников в этом году сдает ЕГЭ, что отменили и что упростили, рассказывают наши корреспонденты. Путешествие на рогатом транспорте. В Махачкале запустили первый экскурсионный троллейбус. Представители власти региона поздравили муфтия Дагестана шейха Ахмада-Фанди с праздником Курбан-Байрам. Делегацию возглавлял руководитель администрации главы правительства республики Алексей Гасанов. От имени в Рио глава региона Сергея Меликова он поздравил духовного лидера и в его лице всех мусульман с великим праздником. На встрече отметили, что праздник Курбан-Байрам служит единению людей, укреплению нравственных ценностей и духовному очищению. Шейх Ахмада-Фанди поблагодарил гостей за теплые слова и пожелал, чтобы таких радостных дней было как можно больше. 25 июля, в день военно-морского флота, Каспийская флотилия продемонстрирует свои возможности. Зрители смогут увидеть парад кораблей и военно-спортивный праздник. Военнослужащие покажут 10 эпизодов военных действий, а также отработают высадку морского тактического десанта. Динамический показ пройдет как на суше, так и на воде, в Каспийске напротив кинотеатра «Москва». В праздничных мероприятиях примут участие более 200 военнослужащих. Будут задействованы более 30 кораблей, авиация и системы залпового огня «Град». В завершении дня прогремит праздничный салют. Генеральная репетиция парада кораблей запланирована на 22 июля. Единый лечебный комплекс планируют построить в Каспийске детскую и взрослую поликлинику на 500 мест, лечебные корпуса на 140 коек, а также дополнительную станцию скорой медицинской помощи. Эти объекты по проекту возведут на территории центральной городской больницы. Кроме того, в Каспийске намечено строительство республиканской детской многопрофильной больницы на 300 коек. Возводить комплекс намерены в следующем году. Территорию будущего медобъекта осмотрела правительственная делегация. С проектом их ознакомил главный архитектор Каспийска. На совещании также обсудили вопросы строительства в городе детского сада на 200 мест. Новое дошкольное учреждение планируют сдать в течение 11 месяцев. Около 14 тысяч с половиной человек в Дагестане сдают в этом году ЕГЭ. Из них порядка 12 тысяч выпускники этого года. Остальные выпускники прошлых лет и люди, не завершившие среднее общее образование. С какими особенностями при сдаче экзаменов столкнулись школьники в этом году и как будет проходить зачисление, расскажет Наталья Хамбабаева. В связи с обострением эпидемиологической ситуации в России отменили досрочный период сдачи ЕГЭ. К тому же выпускники сдавали всего один обязательный госэкзамен по русскому языку. ЕГЭ по математике базового уровня к радости учеников отменили. Государственная аттестация проходила с соблюдением всех требований Роспотребнадзора. Массовый экзамен по русскому языку проходил в два дня. Если раньше у нас наполняемость аудитории во время итоговой аттестации было 15-18 человек в каждой аудитории, то в этом году у нас в аудиториях было от 8 до 12 человек. Без бумажных заявлений, очередей и личного присутствия школьники могут подать документы и поступить в университеты, не выходя из дома. В этом абитуриентам поможет онлайн-сервис. Подавать заявку в любой вуз можно через портал госуслуг. А следить за результатами отбора в личном кабинете. В пандемии наложила свои ограничения. У нас прием документов идет по трем направлениям. Первое – это мы в стандартном, обычном формате проводим, соблюдением всех санитарных требований. Второе – электронный вариант, в котором у нас у абитуриента есть две возможности. Мы подписались на суперсервис и через госуслуги любой абитуриент может подать нам документы. И через нашу электронную систему, через наш сайт также существует возможность электронной подачи документов. Ну и третий вариант – через обычную почту можно также отправить свои документы. По старым правилам документы можно было подать в пять вузов, и в каждом из них только на три направления. Теперь же университеты сами принимают решение, каким будет максимальное количество специальностей для участия в конкурсе. Их число будет варьироваться от двух до десяти. Среди дагестанских абитуриентов остаются популярными факультеты экономика и менеджмент, юриспруденция, IT-направления и иностранные языки. Кроме того, многих интересует направление инженерного образования. Наталья Ханбабаева, Салман Гитихмаев, Магомед Магомедов, Новости ННТ, Махачкала. В регионе ввели обязательную вакцинацию от ковида для работников торговли и транспорта. Такие меры введены из-за неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Так говорится в постановлении главного государственного санитарного врача по региону Николая Павлова. Постановляю обеспечить проведение профилактических прививок по эпидемическим показаниям против новой коронавирусной инфекции следующим категориям. Работающим в организациях, осуществляющих деятельность в сфере здравоохранения, образования, торговли, общественного питания, салонов красоты, транспорта общего пользования. В постановлении отмечено, что прививку необходимо сделать до 9 августа текущего года. Кроме того, обязательной вакцинацией подлежат работники сферы почтовой связи, МФЦ, ЖКХ и энергетики. Помимо них, сотрудники соцзащиты и соцобслуживания культурной сферы, театров и кинотеатров. В нашей республике количество одиноких людей увеличилось в два раза. Россияне побили семилетний рекорд по числу семейных разводов. Больше всего разводы участились в Ингушетии, Чечне и Дагестане. За первые пять месяцев текущего года разошлись более 250 тысяч супружеских пар. Такой рост коснулся всех регионов страны. Наименьшее количество разводов зафиксировано в Белгородской, Воронежской и Калининградской областях. Такие данные приводит международная сеть Финэкспертиза. Махачкаля начал курсировать экскурсионный троллейбус. Маршрут по городу на нем занимает 4 часа. За это время туристам предлагается посетить и осмотреть 43 объекта. В программу экскурсии входит посещение Джума-мечети, музейного комплекса «Россия. Моя история», русского театра, городских парков и не только. Первыми туристами на маршруте стали мэр Махачкалы Саламан Дадаев и руководитель Минтуризма Республики Эмин Мирданов. Гости дали хорошую оценку организационному троллейбусу и отметили высокий потенциал столицы в развитии туризма. Данный маршрут будет интересен не только гостям и жителям нашей республики, а также станет интересным для дошкольных и школьных экскурсионных групп, когда дети, ученики, студенты смогут ознакомиться с историей нашей столицы, города Махачкалы. «Зеленый двор» – так называется всероссийская акция по озеленению и благоустройству дворовых территорий. Махачкала стала одним из десяти городов страны, которая приняла экологическую эстафету. Какой столичный двор привели в порядок, узнал Хамзанур Магомедов. 35 деревьев и несколько десятков кустарников двор дома номер 55 по проспекту Гамидова преображается. Силами журналистов и волонтеров здесь высадили платаны, лиственницы и павлонии. В этой акции участвуют 10 городов. Стоит отметить, что это в основном города-миллионники – Москва, Петербург, Ростов, Краснодар. Нам удалось аргументным фактом включить в эту акцию и Махачкалу. В рамках этой акции мы выбираем дворы, озеленяем, проводим большой масштабный субботник, всю территорию очищаем и дарим таким образом двор горожанам. Это первый удачно реализованный проект, отметил представители здания. Уже осенью этого года озеленять будут еще несколько дворов Махачкалы. Акцию поддержала и администрация столицы. Нуждаются в поддержке в плане озеленения территории города. Очень малое количество зеленостановождений на территории города осталось так, что город разрастается, плотные достройки увеличиваются, площадки для озеленения уменьшаются. Поэтому мы пытаемся все свободные территории озеленять для того, чтобы, как говорится, зеленое хозяйство – это легкие города. Двор привели в порядок. Теперь, уверены организаторы, жильцы прилегающих домов продолжат ухаживать за зелеными наслаждениями. Двое дагестанских борцов-вольников стали бронзовыми призерами первенства мира. Турнир среди юношей до 18 лет проходит в эти дни в Будапеште. Третьи места в столице Венгрии заняли Хабиб Заурбеков из Хасавюрта, выступающий в весе до 65 килограммов, и Мустафа Гаджи Малач Дибиров из Кизляра, который выиграл бронзу в категорию до 80 килограммов. Всего на мировом первенстве в составе сборной России выступали шестеро воспитанников дагестанских спортшкол. Трое остались без медалей. Еще один Ахмед Мусаев из Хасавюрта сегодня ночью оспорит золото в схватке с иранским спортсменом. Боец Ислам Махачев вошел в топ-5 рейтинга легковеса в UFC. Другий спарринг-партнер Хабиба Нурмагомедова в обновленном рейтинге лиги поднялся на четыре позиции. Напомним, что в минувшие выходные в главном поединке вечера в Лас-Вегасе Махачев одержал восьмую победу подряд. В четвертом раунде он удушающим приемом одолел бразильца Тиаго Мазеса. Теперь дагестанский боец опережает в рейтинге не только Дэна Хукера, но и таких звезд, как Тони Фергюсон, Рафаэль Дон Альяс и Конор МакГрегор. Это все, о чем мы хотели вам сегодня рассказать. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова